Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Раз уж я здесь все разложила, свои тетрадки, хочу поговорить еще о перце, потому что многих интересуют не только томаты, посев томатов, но и перцев. С каких перцев начинать, когда сеять, как рано. И я опять вот эти тетради подняла. Вот это прошлогодний журнал, этот мой тетрадь. И тут явно можно понять, что самыми первыми я сею эти перцы, вот даже расписала посев перца крупного с длительным сроком вегетации, и семена были замочены до наклевывания. То есть я их замочила даже еще раньше, чем 26 января, долго ждала, когда они наклюнутся. Делала это только за тем, чтобы точно знать, что я высаживаю те семянки, которые уже живые. И вот здесь, когда сею вот эти ранние посевы, пишу, что в первую очередь сею магазинные семена, от которых можно ожидать проблемы, чтобы успеть их пересеять. То есть вот я купила Биг Папа в тот год, в прошлом году, золотая бочка, потом воловье ухо и калифорнийское чудо желтое, вот эти были магазинные семена. И вот здесь мои были только Биг Мама и Рамира, а и Колокольчик, это все были магазинные. И вот в первую очередь выпихиваю я, конечно, те, вот как я и говорила, от которых ожидать проблемы. Если они не взойдут, если что-то случится, то в феврале, в начале февраля, я могу еще их раз пересеять. И ничего страшного, ну пусть они не все даже созреют, но все равно это будет, ну, еще приемлемый срок. А вообще, почему я сдвинула так рано на 26 января? Потому что перед этим, в 2018 году, посеяв Рамира и посеяв Колокольчик в феврале, в обычные сроки, я Рамира вообще не дождалась почти спелого, там 1-2 у меня поспели. Я снимала даже видео, вот двухлетней давности, может быть, кто-то найдет, ради интереса посмотрит, что перец Рамира у меня не вызрел. Вот здесь вот я его фаршировала, я его укладывала, не вызревший Рамира, в подвал вместе с томатами. Он долго-долго лежал, месяц-полтора. Но вы знаете, что это чудо, он даже не покраснел. Он как лежал зеленым, я поняла, что он очень тугодумый. И вот в прошлом году я его прям в первую партию воткнула, 26 января. Зато в прошлом году он прекрасно вызрел. Он вызрел, ну, конечно, он поспел самым первым, он поспел и он, и Бигмама, и Бигмама самая первая. Поэтому вот в первую очередь в этом году у меня вот этих ранних посевов перца не будет. Я теперь семена уже с них собирать не стала, ничего, там проблемы начались горькие, со сладким у меня переопыляться. Я, чтобы не было никаких неприятностей у меня от этого, я не стала собирать семена. И поэтому мне не важно, вызреют они. А, я вот еще что хотела сказать. Мне же было важно, чтобы они вызревали, не только поспели, но чтобы вызрели. Но теперь, так как мне не нужно вызревших семян перца, в этом году я в январе перец сеять не буду. Я буду сеять его в первой декаде февраля. И сеять буду в маленьком количестве, не так. Конечно, Рамира я посею, я посею Бигмама, я посею Кубышку и чуть позже посею вот эти, ну как ранние, венти и белый налив, по-моему, буду сеять. Ну, вы видите, что в первом, у меня в первой партии нет никакого даже намека на ранние, на скороспелые, на какие-то низкорослые, на карликовые. Тут только большие, с большими перчинами. Тут только вот такие, с длительным сроком вегетации. Вот это перец. Начинаем, конечно, всегда с перца. Ну, я, по крайней мере, так делаю, и многие мои знакомые, потому что перец, он больше, ему нужно больше времени для того, чтобы дать нам зрелые плоды. Ну, и когда говорят, что он хорошо дозаривается, доспевает, мне все равно не нравится снятый зеленый с куста, когда он поспевает именно на материнских кустах, мне кажется, у него больше аромата, больше у него вот этого вкуса, больше сочности. Когда укладываешь на дозаривание, некоторые перцы начинают как бы сморщиниваться, то есть они теряют влагу, немного подсыхают и делаются не сочными. Для того, чтобы сочный, вкусный, сладкий поспел на кустах, нужно пораньше сеять. Но я не говорю, это не обязательно 26 января. Это я уж так замахнулась для теплицы. Можно и начало февраля, и средина февраля. Но вообще я очень часто читаю, что до 15-18 февраля все посевы перца, вот таких вот, которые именно, нужно закончить, для того, чтобы они успели вызреть. У них такой срок вегетации, что посеяв позже, они просто хотели бы, но они не успевают поспеть. Все, до свидания. Сегодня еще сниму видео по просьбе одной зрительницы. С каталога назову все толстоногие сорта, потому что люди сейчас, многие начали осваивать вот это выращивание в тоннелях, а в тоннелях нужно именно толстоногие. И покажу, еще расскажу про подсветку. Многие спрашивают, на сколько, на какое время включать, на какое расстояние лампу от растений. Мы же расстояние меняем, мы сначала низко, потом поднимаем, поднимаем, поэтому они должны висеть на таких, на мобильных веревочках, которые можно будет вверх-вниз их закреплять навсегда. Не надо лампочки, нужно, чтобы они меняли вот эту высоту. Вот еще два видео сегодня сниму по-быстрому и будем помаленьку готовиться к посевам. Все, до свидания.